всем привет спасибо что открыли это видео ребята меня по-прежнему зовут аня поздравляю вас с новым годом 2024 желаю вам всего-всего самого лучшего здоровья но самое главное здоровье не болейте одевайтесь теплее потому что сейчас очень-очень ужасная погода сейчас мороз сегодня ребят хочется немножко с вами поделиться некоторые своей информации так как я уже картончик со стажем таким довольно-таки большим я собираю картон с 2019 года поэтому хочется дать какие-то советы начинающим картонщикам я знаю что среди моих подписчиков очень много начинающих коллекционеров хочется дать вам какие-то свои советы не скажу что я все делаю правильно но я не могу себя назвать таким заядлым коллекционером и не могу назвать правильным коллекционером потому что возможно некоторые вещи я делаю неправильно но сегодня хочу вам рассказать в первую очередь как хранить фотокарты как их покупать но на самом деле как покупать фотокарты у меня есть целый ролик поэтому на канал обязательно приходите либо по подсказочке можете посмотреть данный ролик и я вам там подробно объяснила где что покупать но если что вам все равно ссылочки оставлю где я покупала но непосредственно оставлю где сейчас покупаю и все конечно же еще раз объясню для тех кто еще не смотрел мой предыдущий ролик перед этим пожалуйста поставьте лайк авансом поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал но и также подписывайтесь на мои социальные сети телеграм-канал я буду вас всех очень ждать и буду рада каждому кто подпишется ну и давайте же приступать начну наверное с того что когда я только пришла в мир картона вот этот весь фандом на самом деле я не знала как правильно хранить фотокарты в чем то есть для меня это было какое то знаете открытие вот то что а что карточки можно коллекционировать как бы да я не знала всю суть коллекционирования на самом деле я все с детства коллекционирую я у меня была большая огромная коллекция кукол монстер хай кукол венингс то есть я в основном COM игрушки но и также какой-то мерчендайзер при этом знаний как правильно все это хранить у меня не было, поскольку была ребёнком. Но так как я сейчас коллекционирую кей-поп-картон, и хочется, чтобы он всегда оставался в хорошем состоянии, я как бы начала покупать протекторы, биндеры и так далее. Давайте начнём с протекторов. Для чего вообще нужны протекторы? Меня часто в комментариях спрашивают вообще для чего они, зачем они. Протекторы всё-таки нужны для того, чтобы карта хранилась в ценности и сохранности, чтобы ничего с ней не произошло, никаких дефектов не было. Хотя на самом деле протекторы не гарантия стопроцентная, просто, ну, чтобы они у вас не пылились, ничего не заляпались, потому что у меня был случай, когда я хранила карты без протекторов, и у меня на моей карте Техион из BTS очень много дефектов, и, конечно же, это очень расстраивает с одной стороны. С другой стороны, для некоторых коллекционеров, которые всё-таки перепродают свои карты, это тоже большой минус, потому что из-за дефектов снижается и цена данной карты. Я заговорила про протекторы, протекторы бывают разных видов, как и плотненьких, так и неплотных. Сейчас покажу пример. У меня есть вот такая вот карточка предзаказка Саны, она, конечно же, у меня вот в таком вот протекторе, который просто тонкий, ужасно тонкий, и мои карты всегда были заляпанные какие-то, то есть нет стопроцентной гарантии, что этот протектор защитит ваши карты. Я эти протекторы покупала на Алиэкспрессе и думала, что они такие качественные, нет, всё без толку на самом деле, ничего, они не защищали мои карты, к сожалению, мне приходится хранить некоторые карты в таких протекторах, потому что карт у меня достаточно много, и протекторами я много не напасусь. Вот купила вот такую вот новую пачечку. Вот так вот выглядят протекторы, которыми я пользуюсь. Если что, артикул на эти протекторы я оставлю в описании. Заказывала с Вайлбриса. Размер у них 58 на 88. Очень хорошие протекторы, удобные, самое главное, и что важно, плотненькие, хорошо защищают карты. Кстати, наверное, думаю, что вы все знаете, есть самые популярные протекторы для карт, это попкорн. Я лично эти протекторы не покупала, потому что достаточно для меня, они чего-то слишком дорогие. Но так как у нас каждый год всё дорожает, возможно, они уже тоже подорожали. Надеюсь, вас не будет раздражать слово протекторы, потому что очень часто я его произношу. Ну так вот, от этой фирмы ничем не отличается, как от попкорна. То есть тоже хорошие протекторы. Наверное, расскажу, как я всё-таки решилась покупать эти протекторы, потому что вот до них у меня были вот такие тоненькие, которые я вам показывала. На самом деле, мне очень задолбали тонкие протекторы, и я решила, что хочу поплотнее. И я искала на просторах Вайлбриса, хотя были Озона, но в маркетплейсах, которые продаются протекторы. Нашла я вот эти, один раз заказала и ничуть не пожалела. Качество у них очень хорошее. Наконец-таки запаслась, у меня все протекторы просто закончились. Поскольку карт постоянно много приезжает, и в альбомах много попадается, поэтому, да, приходится ещё несколько раз заказывать. Я не знаю, какую я уже пачку заказала на данный момент, потому что я их заказываю очень-очень много. Если выбирать между двумя протекторами, конечно, лучше плотненькие. Но в связи с чем это связано? Потому что они лучше защищат вашу карту, чем вот такие тоненькие. Ну и как бы выглядит это не очень эстетично, да, вот это вот безобразие, конечно же. Вот эти протекторы, они намного лучше, то есть и карту тут хорошо видно. Как вы видите, эта карта Хана у меня без единого дефекта, ничего тут не видно, то есть как бы всё хорошо. Иногда прилипает тут какая-то бяка, возможно, к протектору, но к карте ничего. Ну да, ребят, те, кто собирается всё-таки начинать коллекционировать кейпоп-карты, всё-таки хочется, чтобы вы покупали протекторы, потому что это очень важная вещь для коллекционера. Если вы не собираете коллекционировать, а просто решили купить 2-3 карты, можете, конечно, не покупать протекторы, если вы не собираетесь коллекционировать и вам не так важно качество карт, то, мне кажется, они вам особо-то и не нужны. Следующий пункт, кстати, не особо-то и важный, это топлоудеры. Почему-то под моим видеороликом про покупки свайлберса для кейпоп-коллекционирования меня закидали так, что это не жёсткий протектор, это топлоудер, и как бы я не переубеждала комментаторов, что я знаю, как называется данный протектор, мне всё равно вот писали то, что это топлоудер, топлоудер и топлоудер. Ребят, я прекрасно знаю, как называется, он просто не хотелось себе ломать язык в тот момент и говорить, что это топлоудер, но вот люди всё равно придираются даже к словам, и это очень-очень грустно. На самом деле, они не особо-то и важны, но для меня они даже полезны. Почему? Потому что я часто таскаю карты куда-нибудь в кафешку, и это необязательно для кейпоп-коллекционеров, вы можете их даже не покупать, но на самом деле, они есть в свободном доступе, и даже на маркетплейсах, таких как Валбрис и Азон, вы тоже можете их заказать. Я часто куда-то езжу, это либо кафешки какие-то там, много-много куда я могу ездить, чтобы просто взять с собой карточку и запечатлить какую-то фоточку вместе с этой карточкой, и этот топлоудер просто положил в сумочку, и с карты ничего не случилось, и также вы можете его красиво украсить. На самом деле, необязательно покупать эти топлоудеры, я очень долго их не покупала, не видела смысла их украшать, но вот в последние несколько месяцев я все-таки решила приобрести себе топлоудер, чтобы просто поукрашать его, и это реально удобно куда-то его носить с собой, то есть если вы хотите носить с собой в сумочке, либо просто вот, чтобы пофоткать. Поэтому да, этот пункт необязательный, вы можете не покупать эти топлоудеры. Но вот я лично, не знаю, мне не нравится, украшать их нравится, то есть очень классно выглядит, как во мне, поэтому да, я его тоже купила. Давайте перейдем к следующему пункту, и это где хранить фотокарты. На самом деле, вы можете хранить их абсолютно везде, это может быть коробочка, ну то есть у кого мало карт, какая-то коробочка. Если вы не собираетесь коллекционировать очень много карт, вы можете купить себе маленький биндер, он вообще не займет очень много места, туда вместятся все ваши карточки, если вы не собираетесь вообще просто поголовно все коллекционировать, а не как я, ну да, да. Я думаю, что такие биндеры вам подойдут. Ну а те, кто собирается коллекционировать большое количество фотокарт, то подойдут, конечно же, побольше биндеры. У меня есть биндеры А5, на самом деле, мне уже некоторые советуют купить биндер А4, потому что у меня слишком много карт. Ребята, ну, во-первых, биндеры А4 у меня физически не поместятся на мой стеллаж, потому что у меня там полочки не совсем такие большие, вы, наверное, сами видели в обзоре, кстати, на коллекцию, вы можете его посмотреть. На самом деле, я не очень люблю биндеры А4, особенно вот эти здоровые попчелы. Наверное, весь мой стол они закроют, поэтому нет, я в коем случае не буду покупать биндеры А4, мне просто это неинтересно. Ну и к тому же, я не собираю сет от А8, да, или от А9, как у Твайс. Я не собираю всех поколовно, потому что на все это у меня нету, как бы, денег. Я собираю только те карты, которые мне нравятся. Все-таки кажется, что у каждого своя коллекция, и он собирает так, как он хочет. Не обязательно собирать всех участников из группы, чтобы считать этой коллекцией. У меня, например, есть отдельный биндер для Джессона, есть такой биндер для предзаказок Твайс. Я его заказывала с Алиэкспресса. Сейчас куча можно найти биндеров на Алиэкспрессе. На Валбресе, на Азоне они тоже продаются. Можете поискать, потому что, кто ищет, тот найдет, поэтому мне кажется, что никакого труда не составит найти все эти биндеры. Что я могу вам сказать? Это то, что этот биндер абсолютно мне разонравился. Я не знаю, передает ли вообще на камере, что случилось с этим биндером, но этот биндер просто у меня весь грязный, весь в пыли, то есть туда попадала пыль, и это было не очень удобно. Мои все карточки были какие-то пыльные, какие-то в каких-то соринках. Листочки, к сожалению, тоже не очень качественные. Тут, по-моему, листов на 100 карточек, и, кстати, меня почему-то многие спрашивали, почему я с обратной стороны не помещаю карты. Мне так удобнее просто, и мне кажется, так более красиво, поэтому я так именно и делаю. На этот биндер постоянно ложится какая-то пыль, тем более у него опложка из резины, поэтому для меня такой биндер не актуален, но на самом деле я его не хочу выбрасывать, поскольку это мой самый первый биндер, по сути-то дело. Храню карты Твайс, которые у меня не помещаются, мой основной биндер. Ну и в этом году я открыла для себя новые биндеры, как папочки сделаны, еще на вот такой вот, конечно же, резиночки. То есть эти биндеры мне намного больше нравятся, возможно, даже в этом виноват дизайн, но дизайн реально очень крутой, я этот биндер заказывала на Вайлбрессе, вы, кстати, тоже можете его заказать, у меня будет в описании артикул. Могу так сказать, что эти листы у меня с Алиэкспресса, и они намного-намного лучше, я ими до сих пор пользуюсь. Вы понимали, вот эти листы, которые здесь, они у меня с 22-го года или 21-го, если честно, я уже не вспомню. Тогда себя на день рождения накупила кучу-кучу листов, и вот до сих пор они у меня еще есть, кстати, вот это да. Поэтому для меня лично этот биндер самый лучший, не знаю, вот очень нравятся эти биндеры, как папочки, наподобие А4, только А5. Ну и он намного круче, и он такой миниатюрненький, маленький, его можно прекрасно хранить на полке, поэтому, да, я предпочитаю все-таки теперь вот такие биндеры, как папочки. А эти биндеры для меня не актуальны, поскольку присутствует пыль на картах, какие-то соринки. Чтобы вы понимали, я не кушаю над своими биндерами, чтобы туда попадали крошки, я не знаю, от чего это. Но вот теперь этот биндер у меня пока отдыхает, можно так сказать, от большого количества автокарт, который в нем хранился. Ну и также хочу вам немножечко рассказать о том, что все-таки мы коллекционеры, и когда нам выпадают какие-то дубликаты, возможно, в альбомах, либо просто хотите продать какие-то свои карточки, которые вам уже разонравились, то упаковывать все это надо в переплетный картон. Я не знаю, откуда пошла эта мода упаковывать в переплетный картон, но достаточно он хороший, я ругать не собираюсь этот картон ни в коем случае. На самом деле, я отношусь к тем людям, которые получали карты в упаковке от коробки, обуви. Короче, очень разные виды упаковки я получала, но в последнее время, слава богу, мне приходит все в переплетном картоне. Многие его ненавидят, также его многие любят, а некоторые даже бомбят и жалуются на продавцов, то, что им прислали карту не в переплетном картоне. Для чего вообще нужен переплетный картон? Для того, чтобы карта не повредилась, желательно, чтобы картонка была побольше, чем сама карта. Очень мало человек, которые боятся все-таки за карту и пакуют ее в топлоудер. У меня было таких случаев очень-очень мало, но это на самом деле хорошо. Это очень хорошо, что карта в топлоудере, потому что все-таки будет меньше повреждений на карте. Они все равно могут быть, даже если это переплетный картон. Я уже получала некоторые такие карты, которые были без дефектов, а когда пришли, еще раз повторюсь, это не стопроцентная гарантия, что вам придет все-все-все в лучшем качестве. Я получала такие карты с дефектами, которые были уже от самой упаковки. Вы прекрасно сами понимаете. Мне кажется, ко мне сейчас понабежат кучи разных умников и напишут, что я несу херню про переплетный картон, потому что все его этот переплетный картон так защищают, готовы за него глотки крыть. Ну ладно, не об этом. Теперь еще раз быстренько расскажу, где можно покупать фотокарты. Ребята, если вы все-таки коллекционируете не только картонные альбомы, сейчас альбомы можно купить везде. Даже на том же Озоне. Я там на самом деле не заказываю альбомы и почему-то мне не особо хочется лезть и разбираться во всем этом. Но, знаете, уже хочется снять видео, где меня бомбит про Озон, который, блин, неофициальные альбомы присылает покупателям. И я очень часто вижу видеообзоры на эти альбомы из Озона. У меня только один вопрос. Люди вообще отзывы читали или нет? Рейтинги продавца смотрели? Нет. Почему вы заказываете до сих пор там, я не понимаю. Конечно, там есть шопы проверенные, которые просто перешли на маркетплейсе. Но есть куча мошенников, которые выставляют фотку альбома, а приезжает тебе коробочка с диском и неофициальные фотокарточки. А ты плачешь тысячу с чем-то за этот альбом. Я, конечно, от этого просто угораю, с одной стороны. С другой стороны, обидно за вас, которые покупают, это и хавают все. Очень-очень обидно, ребята, поэтому лично я покупаю, опять-таки, еще раз повторюсь, на маркетплейсе джум. Я всегда там покупаю альбомы и никогда не разочаровывалась. Все-таки надо смотреть, у какого продавца ты покупаешь. Поскольку я заказала месяц назад, уже месяц назад, я заказала диджипак Rockstar Stray Kids. Он мне еще не пришел, и у меня уже гарантия следила, поэтому я даже не знаю, где он, когда он придет. Ну, мне предложили вернуть деньги и предложили подождать до 19 января. Если 19 января он не приедет, то распаковки, скорее всего, не будет. А может и деньги мне не вернут. Знаете, просто 2000 потратила в воздух, можно так и сказать. Но я, конечно, очень сильно надеюсь, что он придет, потому что хочется распаковочку снять, хочется вас порадовать все-таки контентом, поэтому надеюсь, что все придет. Опять же-таки, проверенные продавцы. Это у нас K-pop Merch и Fatir. Я уже сколько там раз брала, уже, наверное, второй год подряд я там все беру, и всегда мне приходят вовремя. Ну, вот, опять-таки, я тупанула. Опять-таки, я решила сэкономить и заказать с Record Planet, но это чисто я. Тут больше нечего говорить. No comments. Ребята, это не реклама Джума, мне ничего за это не платили. Просто вам говорю от своего личного опыта. Я сама там заказываю, потому что мне хочется все побыстрее получить. и так оно получается, что вот альбом Rockstar мне пришел очень-очень быстро. Ну, а где же заказывать сами карты? Есть куча различных способов, но почему-то под одним роликом меня называли очень сильно жадной, что я не говорю, где я это покупаю, что мне жалко скинуть это все. Знаете, очень много таких комментариев, где мне пишут, а где заказать, а как это купить? Ребята, это невыносимо. Каждому второму отвечать, и поэтому я сняла целый ролик, но, к сожалению, человек взбесился и сказал мне такую фразу, что обязательно заходить на твой канал, а может, я не хочу смотреть этот ролик, а может, мне хочется, чтобы ты мне сама это все рассказала. Каждому просто отвечать, это реально голова уже едет кругом. Поэтому извиняюсь перед теми, кому я всегда пишу «беру с рук», потому что оно уже невыносимо. Просто каждый уже второй спрашивает, и это не всегда мне удобно. Я сняла видео, но почему-то после этого все равно вопросы продолжаются, и очень от этого грустно все-таки. Все-таки для тех, кто начинает собирать карточки, я рекомендую вам все-таки покопаться в барахолках. Я там начинала собирать, к сожалению, в последнее время я почему-то там не сижу, в основном я сидела там. Поэтому в описании вы можете прочекать несколько барахолок. Заходите, выбирайте там куча-куча разных объявлений, и, возможно, вы там найдете те карточки, которые вы хотите. Ну что ж, ребят, мы подошли к концу. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. На самом деле, возможно, я что-то пропустила, что-то не то сказала. Я думаю, что вы какой-то суперинформации тут не получили. Все-таки за годы моего коллекционирования хочу вам сказать, что необязательно иметь кучу вещей для коллекционирования. достаточно биндера, достаточно протекторов, топлоудеров по желанию. Я думаю, что многого и не надо все-таки. Если вы решили собирать большую коллекцию, то можете купить биндера А4, кому нравится, но мне вот больше нравится А5 формат. Поэтому, ребят, надеюсь, что вам понравилось все, что я тут наговорила. Если вы дожили до этого момента, то, ребят, большое спасибо, что вы его досмотрели полностью. Поэтому еще раз вам напоминаю, что ссылочка на мой телеграм-канал есть в описании. Подписывайтесь. Также подписывайтесь на мой канал, соответственно, и поставьте лайк данному ролику, если он вам все-таки понравился. Ну и всем пока-пока, до нового видео.